Что предстоит мне сегодня? Как буду действовать дальше? Кто знает. Но я бесконечно благодарен судьбе хотя бы за то, что я опять здесь, в этом лагере. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить возвращение в Савёнок. Рот, Леночки, хорошая концовка. Не забываем, чтобы быть мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. И кстати, у нас тут вроде как... Уже вечер, а... А у домика... Арт... Дневной. Какого хера? Я поднялся на крыльцу и, собрав волю в кулак, постучался. В ответ тишина. А вот сама дверь была приоткрыта. Оу, как мне это не нравится! Я аккуратно потянул ее на себя и заглянул в домик. На кровати укрывшейся одеялом с головой лежала та самая девочка. Хоть я и не видел ее, мне достаточно было разглядеть в торчащие из-под одеяла до боли знакомые хвостики. Тихо, насколько это возможно, быть может, она спит. Я прошел в домик и аккуратно присел на кровати Мику, задержав свой взгляд на Лене. Но, судя по всему, Лена не спала. Мику, я же просила! Она меня услышала. Нельзя выдавать себя! Я лишь промолчал в ответ. С минуты она молчала, но потом вопрос повторился. «Мику, ты тут?» «Нет, мне здесь...» «Не мне здесь прятаться!» «Я здесь!» «Только я не Мику!» «Семен?» Испуганно прошептала она. «Неужели?» «Ты помнишь?» «Я не успел договорить!» «Из-под одеяла раздался громкий плач!» «Зачем ты опять пришел ко мне?» «Как у тебя вообще хватило смелости, скажи мне!» Лена, захлебывая, захлебывалась рыданиями. Не в силах сказать больше ничего. Но и не нужно было. Я остолбенел, пытаясь понять, что сейчас происходит. Она все помнит? Тогда это конец! Простить! Такое нечто невероятное! И вряд ли я заслуживаю подобной милости! Но я же не затем сюда пришел! Чтобы лишь стать свидетелем того, как моя последняя надежда на счастье тонет в этих рыданиях! Я привстал, подошел к ней и попытался погладить ее. «Не трогай меня!» Мне было бы не так больно, побея на меня сейчас. Она даже не кричала на меня. Не злилась, просто плакала. И этот плач разрывал мое сердце на части. Миллионы осколков, полные бесконечные боли! Я сел на кровать рядом с ней. По щеке скатилась слеза. Как бы я ни любил ее, раз за разом причиняю ей только боль, что тут же возвращается ко мне ее страданиями. Невыносимо! Лишь одно давало знать, что можно повернуть вспять наше всю. Она жива. Крохотный огонек надежды на счастливый исход этой встречи не смог... не могли затушить даже реки ее слез. И все же, отхваченный волнами печали, влекомый... влекомый новыми и новыми рыданиями, он с каждой секундой ускользал от меня. Дальше и дальше. «Уйди, прошу! Не пытай меня больше!» прошептала она в полной тишине, безо всякой интонации. Я медленно поднялся с кровати. Очищение того, что все закончилось, охватило меня, сжигая душу дотла. Что же это я? Я... Что же я наделал? Я выбежал из ее домика, едва сдерживая рвущийся наружу и заблевающегося кровью сердца в опале отчаяния. Не знаю, сколько я бежал. Сколько раз потыкался, сколько раз поднимался и снова бежал неизвестно отчего. Но в итоге я остался совершенно без сил, забежав к какой-то лесной опушке. Она жива. Но просто... Просто отвергла меня. Да, это было вполне ожидаемо. То, как я поступил тогда, невероятно бесчеловечно. Но почему же я надеялся на то, что все еще образуется? Зачем? Тешить себя пустыми надеждами на то, что впереди все еще может быть, будет что-то хорошее. Даже если сама жизнь доходчиво объясняла мне, что это не так. Какой же я неисправимый идиот! Семен? Что с тобой? Не знаю, сколько я сидел здесь, но из раздумий меня вывело славе. Кто знает, что ей понадобилось здесь, в лесу, ночью. Скорее всего, я причина ее появления здесь. Ты плачешь? Вот тут мужик! Там поплакал, тут поплакал. Мужик! Я не могу так больше. Она села рядом, аккуратно взяв меня за руку. Это было несколько неожиданно, но даже не было сил прореагировать. Что у вас с Эленой? Что с тобой? Что с ней? Расскажи мне. Я тяжело вздохнул. Я понимаю, это личное. Но иногда выговориться просто необходимо. Я не заставляю тебя, но... Порой терпеть еще тяжелее. Может, я смогу помочь тебе? Я все-таки немного, но знаю Лену. Наши взгляды встретились. Готов поклясться, я никогда не видел Славью такой обеспокоенной. Мы встречались с ней. В прошлой смене. Трудно объяснить, что было дальше. Я до сих пор толком ничего не понял. Но я очень сильно обидел ее тогда. И она. В общем, казалось, мы нашли общий язык. Мы были так близки друг к другу. А я... Наконец, до меня дошло. Славя дернулась от моего крика, пронесшегося глухим эхом по поляне. Я взял и ушел. Понимаешь? Я оставил ее одно. Оставил одну Лену, зная, как она любила меня. Как она воспринимает все блеско к сердцу. Такой глупый. Я упал головой на ее ноги и зарыдал. На моих руках. Я виноват. Понимаешь? Я! Славя, кажется, была настолько шокирована моим поведением, что я сама не могла сказать ни слова. Внезапно я и сам остановился. Просто в один миг ко мне вернулось чувство собственного достоинства. Вытерев слезы рукой, я резко поднял голову и аккуратно сел рядом со Славей. И что я за тряпка? Безвольное создание. Слепой эгоист, навеки одинокий в душе. Кому я нужен? Леня. Уверенно сказала Славя. Она прогнала меня. С чего ты взяла, что после всего произошедшего она захочет иметь со мной дело? Я ведь все очень коротко описал для тебя. Она не стала бы так убиваться из-за того, кто для нее ничего не значит. Поверь. Это продолжается всю последнюю неделю. Было бы ей плевать на тебя, вела бы себя как обычно. Подумай сам. Но я считаю именно так. Я поднял голову и посмотрел в ночное небо. Прекрасное и бескрайнее. Красиво, правда? Ага. И тогда вся вина была на мне. Очередная слеза побежала по щеке. Но ведь Славя права. Сделанного не воротишь, но если воротить, верить ее логике, а мне так хочется доверять ей, ведь даже и причин к недоверию нет, шанс еще есть. И тогда я должен использовать его. Славя. Жалостливо позвал я ее. Что? Удивленно спросила Славя. Спасибо. Тебе. За что? За все. Спасибо. Я слабо, но искренне улыбнулся ей. Пойдем в лагерь. Поздно уже. У меня завтра трудный день. Скорее всего, намечается. Ладно. Пойдем. Она улыбнулась мне, и мы пошли в сторону лагеря. Уже у домика вожатой мы на секунду остановились. Ты зайди к Ульге Дмитриевне, она же тебе еще, наверное, не сказала, где спать будешь. А я лучше пойду. Женя меня потеряет. До завтра. Ага. Она улыбнулась на прощение и легкой походкой ушла в сторону своего домика. Не знаю, что она сделала со мной. Но волнение, печаль, ужас, страх в минуту рассеялся. Мне уже не было так страшно и одиноко. Я знал, что еще, что все еще впереди. На этот раз я... На этот раз я был уверен. Семен, где ты так поздно пропадаешь? Извините, Ольга Дмитриевна, задержался. Как там с Леной? Пока не очень. Думаю, завтра будет намного лучше. Вожатая мило улыбнулась. Что же, вполне неплохие известия. Уже поздно, лажись-ка спать. Да забыла сказать, спеши здесь. А то я не знал. Вожатая выключила свет. Я быстро разделся и прыгнул на кровать, укрывшись одеялом. Все будет. Я точно знаю. День второе. Леночка, Я так давно не чувствовал ничего подобного. Разбитость и постоянное очищение этого жуткого давления на сердце канули в небытие. В этот момент я был счастлив как никогда. Но что есть счастье? Лицо нестерпимо жарило солнечным светом. Я открыл глаза. Легкая летняя свежесть, приятное солнечное тепло по всему телу. И в сердце. Что предстоит мне сегодня? Как буду действовать дальше? Кто знает? Но я бесконечно благодарен судьбе хотя бы за то, что я опять здесь. В этом лагере. я уже давно привык по утрам буквально часами лежать на кровати. Смотреть в потолок, философствовать, напивать что-нибудь себе под нос. Но сегодня не тот день и не то место чтобы терять время даром. И что же ждет меня в этом дне? Пора выяснить. Форма лежала на стуле. пакет с омывальными принадлежностями на краю стола. Пять минут и вот я уже вполне обычный ничем не примечательный пионер. Уже не кебрёнок и еще не комсомолец. Ну о чем это я? Мне же сегодня столько предстоит сделать. Как минимум попытаться наладить контакт с Леной. Да, потому что дней 7 и один день мы уже просрали. Славины слова решительностью и уверенностью. Поэтому не стоит заставлять этот мир ждать. Через полминуты я уже держал свой курс в направлении умывальников. Ну что, приступим. Давно я не умывался такой холодной водой. По спине мурашки в голове мгновенно всё встаёт на свои места. Неплохое начало дня. Ещё бы... Если бы ещё время успел услышать скрип... А если бы ещё вовремя успел услышать скрип крана за спиной... Я даже не успел ничего сообразить. По спине растеклась пара литров морозной свежести. ТВОЁ МАТЬ! Я мгновенно обернулся в попыхах, пытаясь хотя бы одёрнуть насквозь промокшую рубашку. Передо мной стояла Алиса, ухохотываясь, всю и чидержась за повернутый в мою сторону кран. Ты совсем сдурела! Вместо ответа она плеснула ещё одну порцию ледяной воды мне в лицо и побежала в сторону леса, заливаясь хохотом. Так, наверное, ничего не делать. Ну, вроде как, да. Хммм, погрозил я ей кулаком. Но, так или иначе, она уже убежала, а я насквозь промокший. И зачем было это делать? Хотя, конечно, со стороны это выглядело забавно, но вот мне сейчас ни капельки не смешно. Надо каким-то образом теперь в этой форме идти на завтрак. Как минимум стоит её выжать. Я развязал галстук, снял с себя рубашку и принялся выкручивать её. Салют намоченным! Пока я был поглощён процессом выжимания рубашки, электроник, пришавший сюда судя по всему, чтобы тоже умыться, стоял неподалёку и с интересом наблюдал за моими нехитрыми действиями. Уже познакомился с Алисой? Как видишь, угрюмо пробурчал я. Давай сюда. Он перехватил у меня один конец скрученный в рулон рубашки. Мы ловко скрутили её и пару раз отжали. Спасибо. Да ладно, она мне такую помывку в первый же день устроила. «Тебе ещё повезло, я потом от неё убегал через лес и мокрый в грязь. Ну, ты понял». «Ага». Он ехидно улыбнулся. «Я не представился, электроник, настоящий». «Семён, тоже настоящий». Я пожал его руку. В этот момент уже привычный сигнал озвучил, что наступила пора завтрака. Лучше не опаздывать. «Голодный? Спрашиваешь?» Я натянул рубашку на себя, наскоро завязал галстук и вместе с электроником мы отправились к столовой. Пускай путь до столовой и не занял у нас много времени, народу там было хоть отбавляй. Пока я выискивал свободное место, таковых осталось только два. За одним маленьким столом в углу у окна. Странно, не правда ли? Других вариантов всё же не было, и я направился туда. Но стоило мне только приступить к завтраку, как к моему столу подошла Лена. Не глядя в мою сторону, повернув голову так, что чёлка скрывала её глаза от меня, она аккуратно подобрав юбку, села на самый краешек стула, пододвинула к себе порцию и, подперев голову рукой, принялась съесть. Я замер, глядя на неё. Так и есть, сильно взволнована. Ложку в попыхах взяла кое-как. Волосы лезут в глаза под лезут в глаза под руку, но изо всех сил делает вид, что всё нормально и меня здесь нет. Не думаю, что здесь всё нормально. Лена, в ответ тишина. Ты слышишь меня? Отсутствие малейшей реакции. Мне опять стало не по себе. Зачем так упрямо делать вид, что не замечает меня. Но тут она подняла голову и посмотрела на меня. От этого взгляда мне нестерпимо захотелось убежать. Сжаться в комок или выпрыгнуть в окно за моей спиной и бежать подальше в лес, не останавливаясь ни на мгновение. В этом взгляде не было ничего. Ни жалобного блеска глаз, ни расширенных от удивления или грусти зрачков. Все ее лицо сохраняло гробовое спокойствие, словно неживое. И теперь волноваться пришлось мне. Что? По коже побежали мурашки. Я никогда не видел и не слышал такую ляну. Нежную, добрую, грустную, печальную, плачущую, обиженную, даже злую, но не абсолютно безразличную. Не видел. Мне стало по-настоящему страшно. Безумно захотелось схватить ее за руку и прямо здесь разрыдаться, умолять ее простить меня вернуться. Вот только невидимая стена страха по-прежнему стоит между нами. Я посмотрел на нее умоляющим взглядом, чувствуя, как слезы вот-вот побегут из глаз. И она прекрасно это видела. Но ничего, ни малейшей эмоции не промелькнуло на ее лица. Затем вдруг встала, не отрывая от меня взгляда, и легкой, неспешной походкой направилась к выходу. Я таки сидел, провожая ее взглядом. Мне просто не верилось, что она может так действовать. Похоже, прежняя Лена с нынешней не имела ничего общего. И это все? Я просто отпущу ее? Ради этого все страдания, слезы, и жалкие попытки покончить с этой никчемной жизнью? Нет! Я пулей вылетел из столовой, едва не сбив с ног вожатую. А что-то кричало мне вслед, но я не слушал. Сейчас это было совершенно неважно. За следующим поворотом я опять увидел ее. Лена неспеша шла в сторону своего домика. Я застал словно вкопанный. Что мне сейчас сделать? Остановить? Дать уйти? Нет уж! Я в три прыжка догнал ее и схватил за руку. Стой, Лена! Она медленно повернула голову ко мне и вновь молча заглянула прямо в глаза. И мне снова нестерпимо захотелось плакать от этого безжизненного взгляда. Зачем ты так? Почувствовал мою слабость, Лена легко освободилась от моей руки и зашагала дальше. И шагать она будет уже до следующего раза. На этом сегодня будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр и всем пока! Вернись ко мне моя мечта из уголков пустой вселенной верни мне жизнь и согревай освободи меня из плена до 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 до